Хирург-онколог Николай Самойленко за 10 лет в профессии много раз сталкивался с различными онкологическими болезнями. В том числе редкой, один случай на 25 тысяч человек, лимфомой Ходжкина. Но недавний случай считает особенным. Пациент пришел лечить выявленную пару лет назад паховую грыжу, но все оказалось гораздо сложнее. Появление вот такого новообразования в паховой области, учитывая анамнез многих коллег без какого-то тщательного обследования, привело к тому, что все-таки здесь нужно будет разбираться с хирургическим лечением паховой грыжи. Однако, приехав к нам на консультацию, мы увидели, что имеется образование несвойственное для паховой грыжи. Проведенные в тот же день исследования подтвердили предположение хирурга. У 38-летнего мужчины лимфома Ходжкина. Лечение сразу же начали уже в специализированном медучреждении. В настоящее время пациент проходит с положительной динамикой. И с положительным клиническим ответом лекарственную терапию. У него наши коллеги-онкологи со спецучреждений говорят, что положительный будет ответ на лекарственную терапию. И, в принципе, пациент со всех сторон сейчас компенсирован. Благодаря своевременной диагностике пациент имеет все шансы на выздоровление. И этот случай еще раз напоминает о важности внимания к самочувствию. Любое увеличение лимфоузлов – повод обратиться к врачу. Начинаем всегда с шины, лимфатические узлы. То есть проводим их пальпацию с целью определения их консистенции, их подвижности, спальности с окружающими тканями. Примерно для себя пальпатурно определяем их размеры. После первичного осмотра врача-онколога тщательная УЗИ-диагностика. Она может подтвердить или опровергнуть наличие проблемы. При исследовании левой подмышной области лимфатические узлы без патологии. Окончательное слово, конечно, за морфологами. После того, как они исследуют биоптат. Но предположить природу этого образования, природу изменения этого лимфоузла и определить тактику ведения в дальнейшем этого пациента уже изначально, мы можем, используя наш аппарат УЗИ уже на приеме. С онкозаболеваниями в своей работе сталкиваются не только онкологи и хирурги. Заметив неизвестную проблему, пациенты обращаются к гематологам, терапевтам, ревматологам и даже к гастроэнтерологам. Сейчас пациенты стали прислушиваться к своему здоровью, к своим жалобам. И что радует, что все приходят на диагностику. Мы это все видим, обследуем и лучше мы несколько раз дополнительных методов обследования сделаем, но сообщим пациенту, что у него все хорошо, нежели мы, не дай бог, пропустим. За прошлый год специалистами УКДЦ выявлено 15 случаев редкой лимфомы. Алина Николаева, Сергей Вишняков, Первый Ростовский.